Вы на 5 минут перенеслись на 30 лет в будущее и сели за компьютер. Какую информацию будете искать? В России могут заблокировать YouTube, поэтому, чтобы не потеряться, заходите в наш телеграм-канал и в нашу группу ВВК, все ссылки в описании. Но и на YouTube мы тоже будем продолжать выпускать ролики, поэтому, чтобы их посмотреть, качайте VPN. Создам на Reddit тред с вопросом, какие акции купить человеку, живущему 30 лет назад, чтобы максимально увеличить свои доходы? Чел из прошлого, живущий 30 лет назад. Какие акции мне купить? Чувак из 2022 года, Apple. Чел из прошлого. Да не, они же скатились, когда выгнали Стива Джобса. Закончилась ли пандемия ковида? Нет? Ну ладно. Держитесь, еще две недели и штамм Марса точно исчезнет. Само собой, я поищу инфу о самых крупных выигрышных билетах в лотерею. Или узнаю о 10 крупнейших компаниях из списка Fortune 500. Можно также глянуть, какая криптовалюта зависла на месте, а какая взлетела, не говоря уже о том, что ставки на крупные спортивные события могут принести серьезную сумму. Жива ли королева Елизавета II? Ты уже знаешь ответ на этот вопрос. Зависит от того, жив ли принц Чарльз. Так, ща напечатаю. Погодите, а где клавиатура? Глянул бы, вышел ли Half-Life 3 или нет. Первое, что я бы начал искать, это как пользоваться компьютером 2050-х годов. Большие титьки. Роботитьки. Как бы я не хотел посмотреть на то, какие акции принесут мне максимум дохода и выигрышные лотерейные номера, я знаю, что мне точно захочется глянуть на лучшие сиськи в 2051 году. Какие районы наиболее пригодны для жизни в связи с изменением климата? Да, как жаль, что до этого дошло. Думаю, я залетел бы в соцсети, чтобы глянуть, по каким вещам 30-летней давности ностальгируют и скучают люди. А когда вернусь домой, я бы постарался побольше кайфовать от этих вещей. Я просто возьму свой внешник на 8 терабайт, скопирую на него все содержимое в Википедии, вернусь в свое время и следующие 20 часов проведу, читая ее и каждую секунду зарабатывая все больше бабла. Чел, который додумался бы прилететь к нам из 91-го года со стопкой дискет, испытал бы большие трудности с копированием ценной информации с наших современных компьютеров. Я бы прибрал сам комп. Ну а кто бы не хотел иметь компьютер на 30 лет более продвинутый, чем все, что у нас есть сейчас? Обычный комп из библиотеки будущего, скорее всего, был бы мощнее, чем самый топовый игровой ноутбук, который у нас есть сейчас. В смысле, его нельзя подключить к интернету? Почему этот канал нельзя опустить до 5 ГГц? Где, черт возьми, порт Ethernet? Что это за херня? USB 7.0? А это что такое? Какого хрена я не могу подключиться к этому дерьму? Сраный пароль. Что это за херня? Тут даже пробела нет. Сука, Алекса! Сири! Появляется Алекса. Рада снова вас видеть, вы почти не постарели. Перед тем, как продолжить, пожалуйста, вставьте вашу кредитную карту. К сожалению, срок действия вашей кредитной карты истек 28 лет назад. Сейчас вас отвезут в отдел идентификации личности Амазона. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, местные власти уже уведомлены о текущей ситуации. Кто победил в третьей мировой войне и пережили ли ее такие крутые сайты, как Reddit и YouTube? Ты так говоришь, будто Reddit может умереть. Пока на свете существуют девственники, существует и Reddit. Я тупо на 5 минут впаду в панику. Та же фигня. Мне кажется, я потрачу все это время, споря с самим собой о том, что искать, и в итоге единственное, что я найду, будет какая-нибудь бесполезная инфа. К примеру, я наткнусь на научную информацию и не смогу ее понять. Или финансовые данные, в которых у меня не получится разобраться. Типа я тупо не пойму контекста. На это бы у меня ушло первые 2 минуты. А потом я бы запаниковал и начал бы себя гнобить за то, что потратил время и не смог найти никакой полезной информации. Я бы вернулся домой и из-за упущенной возможности на долгие годы окунулся бы в депрессию. Свою фамилию и имя. По правде, меня пугает знание собственного будущего. Я сомневаюсь, но мне кажется, я подумаю о том, чтобы поискать информацию про будущее моего сына. Он еще совсем маленький, так что к тому времени он уже будет взрослым. Но даже так я не знаю, строит ли меня ответ. Возможно, именно поэтому большинство ответов на этот вопрос связаны с акциями и лотерейными билетами. По крайней мере, с деньгами мы смогли бы жить без финансовых забот. Парадокс. Если ты увидишь, что в будущем ты успешный человек, то зная это, ты можешь разлениться, что сделает тебя неуспешным. С другой стороны, как ты увидишь себя успешным в будущем, если ты таковым не являешься? Это единственный правильный ответ. От знания цен на акции не будет никакой пользы, если сразу после возвращения в свое время ты поскользнешься на банановой кожуре и умрешь. Отморозь себе обе ноги и пусть их ампутируют. Банановая кожура хер что мне сделает. После этого банановая кожура застрянет в тормозах твоей инвалидной коляски, отчего ты не сможешь вовремя остановиться. Выкатишься прямо на дорогу, и там тебя собьет грузовик с бананами. Бананы всегда побеждают. Где моя дочь? Ей бы уже было 50. Я впервые вижу, чтобы кто-то ответил в таком ключе. У меня тоже первой мыслью было бы узнать, что с моим ребенком. Моему сыну будет 33 года. Я бы хотел знать, счастлив ли он. Поищу информацию о перспективных акциях и победителях в спортивных соревнованиях. После чекнул бы немного инфы про политику и мировые события. Если у меня останется время, узнал бы про семью и друзей. Мне кажется, лучше избегать темы семьи и друзей. Мало ли, вдруг ты узнаешь, что кто-то из них мертв. Тогда, вернувшись в свое время, ты будешь смотреть на человека, как на ходячего трупа. Все время задаваясь вопросом, как, когда это произошло. Эта мысль будет все время крутиться у тебя в голове. А через 30 лет, когда человек по-прежнему будет жив, ты поймешь. Ага, вот оно, сейчас что-то будет. И ты будешь ходить за ним весь день, пытаясь предотвратить его смерть. В какой-то момент этот человек обернется и увидит, что ты следишь за ним. Растерявшись, он случайно начнет переходить дорогу на красный. И тут его и собьет грузовик. Гляну, вышли ли уже GTA 6 или нет. Нет, но у нас будет ремастер Chinatown Wars. Новости науки и политики. Честно, чтобы тебе понять новости науки, потребуется гораздо больше времени, чем даже 30 минут. Качество сводок про науку в целом оставляет желать лучшего. Я могу прямо сейчас найти кучу статей, которые преувеличивают или полностью искажают реальную науку. Было бы, конечно, интересно поизучать науку будущего. Но если ты планируешь вернуться в наше время с действительно ценными научными знаниями, не факт, что у тебя это получится сделать. Я бы не стал пробивать номера лотерейных билетов, потому что выигрыш в лотерею сопровождается целым багажом последствий. Я бы тупо изучил график цен на акции и компаний и использовал бы эту информацию для инвестирования и быстрого обогащения. Можно выиграть в лотерею не самую крупную сумму. Взять несколько выигрышных билетов, а после влить полученные деньги в акции. Мне не нужен лотерейный выигрыш в 50 миллионов долларов. Мне нужно 100 тысяч долларов, которые я смогу увеличить с помощью акций нескольких стремительно растущих компаний. Тогда эти выигранные 100 тысяч долларов в течение года или двух превратятся в 50 миллионов. Звучит как выигрыш 50 миллионов с дополнительными этапами. Да, но при этом не будет никакой общественной огласки. По крайней мере, твой выигрыш в лотерею не будет освещаться в СМИ, так как если бы ты выиграл 50 миллионов. Я имел в виду именно это. У нас в регионе, если ты сорвешь джекпот, то твое имя и фотографию опубликуют в газете. И про тебя узнают в социальных сетях. Местная радиостанция также подхватывает инфу про крупных победителей. Но если ты заберешь 3-4 выигрышных билета, то есть выиграешь сумму меньше полумиллиона, то про тебя напишет разве что местная газета. К тому же, какие-то 100 тысяч вряд ли привлекут любителей поживиться на чужом бабле. Если ты с помощью фондового рынка тихонько превратишь их в 50 миллионов долларов, то сможешь стать тайным богачом. И именно тайное богатство – это то, к чему бы я стремился. Вероятно, акции и номера лотерейных билетов могут измениться под действием случайных событий. Я бы посмотрел в целом на то, какие в то время есть крупные компании. После чего я бы проверил инфу о своих родителях и посмотрел, смогу ли я что-нибудь сделать, чтобы с помощью будущих знаний они прожили дольше. Если бы я поторопился, то мне бы хватило на все это 5 минут. Крупнейшие компании, основанные в 2020-х годах. Список президентов и главные мировые события. Три вкладки, три запроса в Google и надеюсь, что у меня будет ручка, чтобы сделать пометки у себя на руке. И надеяться, что они не исчезнут, когда я вернусь обратно. Найду в Google 4-5 акций компаний, которые дико взлетели. И выцарапаю их названия у себя на руках. Добавлю к ним 5-10 провальных компаний. И насрать, что я вернусь домой весь в царапинах и крови. Ведь есть вариант, что я вообще буду жить вечно. После этого я сделаю несколько снимков своих ран и обращусь в полицию. Скажу им, что на меня набросился какой-то бомж, который скрутил меня и под угрозой смерти выцарапал на мне какую-то херню, приговаривая что-то на латыни. Так у меня будет история для прикрытия, ведь в какой-то момент агентство СЭК, орган, осуществляющий надзор за ценными бумагами, захочет узнать, откуда я узнал, что компания BCRX и еще 4 других так сильно взлетят в цене. Какой-то бомж выцарапал название этих компаний у меня на руке, и я воспринял это как знак. После чего я предоставлю им видеозаписи сеанса терапии, где я рассказываю своему терапевту про этот случай. А терапевт говорит мне, что я едва справляюсь с пережитой травмой. А еще я вложил все деньги в акции, которые в итоге не выросли, так что скорее всего мне просто повезло. Я не буду указывать пальцем ни на кого из тех, кого полиция привела ко мне, на опознание, потому что это мерзко, это подло. Пусть дело останется нераскрытым. Теперь, когда я замел следы, можно немного расслабиться. Если мне на тот момент будет за 30, то мне нужно будет собрать около полумиллиона. Если за 40, вдвое больше, а если за 50, еще вдвое больше. После чего я продам акции и диверсифицирую финансы. Поскольку в зависимости от типа физики путешествий во времени, с которым я столкнусь, мои действия могут отразиться на конечном результате. Эффект бабочки Аллаха, все дела. Я вложу бабки в разные индексные фонды. Стоит предполагать, что индексные фонды будут удваиваться примерно раз в десятилетие. На самом деле в 7 лет, но при расчете долгосрочных инвестиций я предпочитаю пользоваться консервативными подсчетами. 1 миллион за 7 лет превратится в 4 миллиона за 21 год, что позволит мне выйти на пенсию в 50 лет. Этого будет более чем достаточно для комфортной жизни на самоподдерживающихся инвестициях. Следует помнить, что чем моложе я буду, когда это проверну, тем выше будет вероятность, что я доживу до момента, когда будет доступна терапия по продлению жизни. Я уверен, что поначалу такие процедуры будут невероятно дорогими. Поэтому, если у меня на руках будут деньги, я смогу оттянуть момент своей смерти до тех пор, пока такая терапия не разобьется настолько, что с каждым годом продолжительность жизни в среднем будет увеличиваться более чем на 1 год. Именно таким образом я превращу инвестиции, сделанные после путешествия во времени, в теоретически вечную жизнь. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напиши, что бы ты сделал в такой ситуации. И не забудь посмотреть наши другие ролики. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok